Говоря в целом о ситуации со взрывами, то можно проследить динамику, как это все происходило, если после событий в Новофедоровке, это Сакский район, это первые взрывы, которые произошли, первоначально была паника, отдыхающие начали активно выезжать из Крыма, но в первую очередь это с Сакского района, было эвакуировано непосредственно с Новофедоровки 140 человек. По Константину всегда сразу видно, когда он боится, но слава богу, мы столько лет его знаем, когда он боится, у него нижняя челюсть постоянно трясется. Сегодня мы видим, что Путин ищет способ перемирия, который абсолютно не выгоден для Украины. Первый вопрос будет о том, какая сейчас ситуация в Крыму. Я думаю, что крымские татары, которые там живут, они наверняка сообщают вам о том, что там происходит, насколько нагнетается ситуация, есть ли там паника после тех взрывов, которые были на Крымском полуострове, и как ведут себя русскоязычные люди, скажем так, и русские, да, на полуострове? Что касается, отвечая на ваш вопрос, я хочу отметить, что с началом оккупации 2014 года и позицией крымско-татарского народа через представительный орган, мечты крымско-татарского народа, крымские татары стали нелояльной частью населения для оккупантов, и, соответственно, конечно же, начались репрессии, и запретили мечты крымско-татарского народа как представительный орган, начались преследования людей. Российская Федерация начала неправомерно использовать свое законодательство на территории оккупированного Крыма, и в том числе они используют запрещенный в Российской Федерации хизбутахрир, когда люди, даже не имеющие прямого отношения к хизбутахрир, задерживаются и выносятся приговоры в отношении этих людей. И, соответственно, конечно же, мы проводим системный мониторинг о нарушении коллективных прав крымско-татарского народа и о нарушении индивидуальных прав людей. Ну и, соответственно, можно сделать следующие выводы или следующие тенденции. То есть, во-первых, системное преследование. И, по сути дела, если даже мы возьмем все эти категории, это обыски, аресты, задержания, скажем, запреты или невозможность реализовать свое право на изучение родного языка, развитие родного языка, преследование по родному языку, то все эти процессы продолжаются по сегодняшний день. Сказать, что как повлияла ситуация с начала полномасштабной агрессии, то в сравнении мы совсем недавно делали отчет за полгода, 2022 года в сравнении с 2021 и 2020 годом. И, соответственно, мы видим, что, по сути дела, больших изменений не произошло. Но я хочу обратить внимание на следующее. Какие проявились тенденции за последние годы и особенно тенденции, связанные с началом полномасштабной агрессии? Ну, во-первых, с 2020 года Российская Федерация проводит такое общее голосование, вносит изменения в Конституцию, соответственно, вносит изменения, в том числе и в Уголовный кодекс Российской Федерации, в другие законы. И эти все изменения, они, конечно же, очень жестко отражаются на наших соотечественниках. То, соответственно, конечно же, мы определяем уже следующие моменты и следующие тенденции, когда увеличиваются или дают максимальные сроки нашим политвязьям, когда кроме больших сроков еще добавляют обязательно первые годы нахождения в тюрьме. Кому три года, кому пять лет, допустим, 18 лет лишения свободы или с 20 лет. Это вот появилось именно начиная с 20-х годов. Далее они начали использовать такую форму, как постановка на профучет, то есть политузники в СИЗО или уже в колониях. Соответственно, когда их ставят на профучет, они лишены права на условно-досрочное освобождение. И в том числе они находятся под жестким надзором. И, соответственно, рассчитывать на то, что могут раньше их отпустить или дать возможность встретиться с родственниками, то, конечно, они находятся в таком ограниченном состоянии. Далее, что касается последних лет и особенно всех этих действий, особенно с началом полномасштабной агрессии, мы видим следующие тенденции, когда они начали преследовать людей за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Уже есть такая статья. И, соответственно, есть уже случаи, когда были уже административные взыскания за подобные действия. Соответственно, они могут найти какие-либо в Фейсбуке, в социальных сетях какую-либо информацию, допустим, 3-4-5-летней, а то, может быть, даже и 10-летней давности, то есть до оккупационного периода. И они могут за это осудить людей или оштрафовать на крупные суммы. Далее... Извините, что имеется в виду, когда мы говорим о дискредитации, в которой они обвиняют людей? Ну, допустим, даже если называют спецоперацию войной, или там, допустим, если даже, ну, допустим, лайкнули, или у кого-то на странице даже появилось то, что российские там захватчики там бомбят Украину или там убивают мирных жителей и так далее, и за это они также могут, ну, административные, выносить административные правонарушения. И, соответственно, преследовать людей. Далее, на что я хотел бы обратить внимание, это то, что с начала полумасштабной агрессии они также в июне месяце признали... Это один из первых, так сказать, батальонов, который стал организацией террористической, признан террористической организацией Верховным судом Российской Федерации. И, соответственно, это дает им возможность, скажем, больше преследовать крымских татар за причастность к крымской блокаде, за причастность к организации, которая легальная организация в Украине, Аскер. И таким образом они обвиняют людей, и достаточно большое количество людей уже были задержаны, вернее, выкрадены, незаконно выкрадены на территории, новые оккупированные территории Херсонской области, преимущественно генический район, и вывезены на территорию Крыма. И таким образом они сейчас находятся непосредственно в СИЗО в Крыму. Также я хотел бы обратить внимание, что они создали на базе СИЗО в Симферополе такие боксы, где находятся люди из новых оккупированных территорий, и информации о них нет в списке пребывающих в СИЗО людей. И когда адвокаты обращаются и просят ознакомиться со списком, то этих людей в списках нет. Мы узнаем это следующим образом, когда обращаемся специально в рабочую группу ООН по насильственным и недобровольным исчезновениям. И, соответственно, конечно же, стараемся реагировать, когда публично говорим об этом, когда средства массовой информации подключаются активно к этому процессу. И благодаря этому десятки людей либо оказались на свободе, либо мы узнали, что они де-факто находятся у оккупантов. Ну и через некоторое время мы также узнаем о некоторых людях, когда они в отношении них проводят судилища и принимают решения о мере пресечения. Ну и, скажем, подводя итоги всех этих процессов, которые происходят, или на что я бы хотел обратить внимание, что за период оккупации Крымско-Татарским ресурсным центром зафиксировано 257 случаев уголовного преследования наших соотечественников. Из них 184 в отношении представителей коренного народа. Кроме того, сегодня в местах несвободы находятся 143 политузника. Места несвободы – это СИЗО и колонии. Почему мы еще делим СИЗО и колонии? Потому что колонии – это те люди, которые находятся непосредственно уже на территории Российской Федерации, их незаконно этапировали, и они находятся в других условиях. А те, кто в СИЗО, в большинстве СИЗО находятся в Крыму, и поэтому мы также делим, и в отношении них еще не вынесены приговоры. Но они находятся все в местах несвободы. Из 143 – 108 – это представители коренного крымско-татарского народа. Ну и также, если говорить о нарушении коллективных прав крымско-татарского народа, то здесь же мы видим и то, что были попытки закрытия школ. Были… Мы видим, как они меняют историографию Крыма. Мы видим, как они проводят, скажем, раскопки и там реставрацию незаконную Бахчисарайского дворца. То есть тех материальных памятников культурного наследия коренного народа и вообще культурного наследия Крыма. И, конечно же, мы неоднократно фиксировали, когда оккупанты запрещают даже в судах на родном крымско-татарском языке давать показания политузникам или свидетелям, когда судьи просто наглую выгоняли людей из зала заседания суда. То есть все эти моменты мы фиксируем. Кстати, мы также фиксируем о праве на здоровье и право и на ненадлежащие условия политузников, когда политузникам специально дают либо просроченную пищу, либо специально дают пищу со свининой, когда политузник сообщает о том, что он по религиозным мотивам он не может употреблять свинину в пищу. И таким образом люди остаются голодными. Кроме того, если мы возьмем, допустим, Тимура Абдулаева, то практически большую часть своего пребывания уже в колонии он находится либо в ШИЗО, либо в камере одиночки и так далее. Таким образом максимально давят морально на людей. Ну и уже возвращаясь к тем последним событиям, что связано именно с новыми событиями для Крыма, это взрывы, то сразу же, конечно же, они начали в том числе обвинять в этом крымских татар. Я напомню, что когда были взрывы в Новофедоровке, то оккупационная власть и Минобороны Российской Федерации отрицали какую-либо диверсию, оговорили либо какие-то взрывы со стороны неба с помощью ракет. Они заявляли о том, что была детонация. Потом они публично начали говорить о том, что это непосредственно взрыв на точке продажи шаурмы, который перенесся. Ну и когда уже после этого, когда после этого в Джекойском районе произошли взрывы в селе Майском, то начали обвинять уже крымских татар. И на следующий день были задержаны 6 человек. Они заявили о том, что была открыта новая ячейка Хизбут-Ахрир, которая полностью контролируется или курируется со стороны Украины. И что все эти люди причастны к вот таким диверсионным действиям. Что касается диверсионных действий, то я хочу напомнить, что сразу же после первой сессии крымской платформы, после участия в саммите крымской платформы были арестованы зампредседателя Межлиса Нариман Желял и два двоюродных брата Ахтем и Азиз Ахтемовы. И, соответственно, в отношении них вот сейчас они до сих пор находятся в СИЗО, их обвиняют в диверсии, их обвиняют в попытке взрыва газовой подстанции в Симферопольском районе. И сейчас уже, насколько мы знаем, обвинения запрашивают для них по 15 лет лишения свободы. Ну, кроме того, они постоянно дают определенные посылы, что крымские татары могут иметь прямые отношения к каким-то диверсионным действиям, к каким-то процессам. Ну и, говоря в целом о ситуации со взрывами, то, конечно же, можно проследить динамику, как это все происходило. Если после событий в Новофедоровке, это Сахский район, это первые взрывы, которые произошли, первоначально была паника, отдыхающие начали активно выезжать из Крыма, но в первую очередь это с Сахского района. Было эвакуировано непосредственно в Новофедоровке 140 человек. Ну и, насколько я знаю, оккупационные власти заявили, что они будут выдавать материальную помощь пострадавшим от 10 до 100 тысяч рублей. И подали заявление порядка 2800 человек, непосредственно в Новофедоровке. Далее, конечно же, оккупанты начали активно свою такую пропаганду для того, чтобы... Ну, почему они отрицают? Для того, чтобы продемонстрировать, что Великая Российская армия и противовоздушная оборона у Великой Российской армии достаточно сильны, и атак со стороны неба, со стороны украинских ВСУ не может быть. Но на самом деле ситуация... Ну и, конечно же, люди начали успокаиваться, скажу честно. И люди это, я бы сказал, несколько категорий. Первая категория – это отдыхающие, те, которые начали уезжать. Вторая категория – это те, которые приехали... Россияне незаконно приехали на постоянное место жительства в Крыму и приобрели себе имущество. Третья категория – это коллаборанты, коллаборанты, которые работают или поддерживают действия Российской Федерации. И четвертая – это наши соотечественники. Вот теперь мы... Я хочу рассказать о каждой категории, как она реагировала. Ну, понятно, отдыхающие, с одной стороны, и сезон уже заканчивается, хотя в этом году сезон абсолютно никакой, в связи с тем, что логистика нарушена, и отдыхать могли в Крым приехать из России только двумя способами. Либо поездом, что не очень удобно, либо собственными автомобилями. Соответственно, мы поэтому и видим, какие очереди огромные, потому что незаконные отдыхающие из России начали активно покидать Крым для того, чтобы, ну, скажем так, быть в небезопасности. А что касается тех, кто приехал незаконно на постоянное место жительства, то скажу и, кстати, коллаборанты. Первоначально, когда началась полномасштабная агрессия, их позиция была такова, что вот быстрее нужно уничтожить этих нацистов в Украине, что правильно, что бомбят, что это все нужно поддерживать активно. Везде наклеивали Z-ты свои. И даже они, для них не было никаким аргументом, что умирают мирные жители, умирают люди, что ракеты попадают в гражданские дома, и они даже слушать об этом не хотели. Ну, и, соответственно, после вот серии взрывов, которые уже произошли в Джанкойском районе, я напомню, что в Джанкойском районе была повреждена трансформаторная станция, было повреждено полотно железной дороги, и поврежден полностью склад боеприпасов. И те взрывы, которые были уже в Майском, они, осколки разлетались до 10 километров, а слышно было в радиусе до 30 километров, а это практически, ну, практически, ну, до центра Крыма, что даже в Нижнегорском районе, в ПГТ Нижнегорска слышали данные взрывы. Ну, и, когда мы говорим об этих процессах, то, когда была разрушена железная дорога, я вам скажу, что именно в этом месте постоянно направлялись эшелоны с военной техникой, перезагрузка военной техники была, и на тот момент, буквально, сразу же после взрывов направлялись поезда, в том числе и пассажирские российские поезда, и тех отдыхающих россиян их начали перевозить автобусами, то, соответственно, они воочию убедились, что Крыму небезопасно и не нужно ехать в Крым вообще. Что касается таких вот мирных, скажем так, объектов, и что произошло, там эвакуировали 170 человек, и, ну, там пострадало, конечно, две школы, в одной пострадала легла крыша, в другой само здание. Конечно же, как заявляют уже оккупанты, что полотно железной дороги полностью уже восстановлено, они первоначально также говорили, что это детонация, но потом начали признавать о том, что это может быть диверсионные действия. Но в тот же день были взрывы на другом очень важном объекте, это в Гвардейском, это аэродром, который, ну, после Новофедоров, я бы сказал бы, наверное, третий в Крыму, потому что на первом месте все-таки Бильбек, но дело в том, что они вообще умалчат средствах массовой информации про этот инцидент и про этот случай, всячески его пытаются скрыть, но я думаю, это связано с тем, что им тяжело объяснить, что и как происходит. Ну и уже после того, когда появились взрывы уже в Севастополе, ну, буквально на днях, и сегодня ночью, рано утром снова были взрывы в Севастополе, были взрывы в море сегодня ночью, слышали в Алубке такие взрывы, были снова взрывы в Сакском районе, в Заозерном, и вот здесь уже оккупанты начали давать информацию, что якобы это перепроверка боеспособности противовоздушной обороны Российской Федерации, и что они вот запускают БПЛА и таким образом сами их сбивают. То есть, таким образом, они хотят дать посыл жителям Крыма о том, что, ну, дорогим наши, не беспокойтесь, наша доблестная Российская Армия защитит. Но с другой стороны, обратите внимание, что происходит, с другой стороны, они начинают распространять листовки о том, что если вы видите, как летит там, что из себя представляет беспилотник, как, если вы увидели в небе, то непосредственно сообщайте по горячей линии или в ближайшей администрации, что летит беспилотник для того, чтобы была своевременная реакция противовоздушной обороны. Кроме того, они даже подобные постеры размещают в храмах, в частности, там, в церквях, и во время службы, в том числе, об этом говорят и говорят о том, что нужно обращаться, нужно говорить, что если они увидели, где-то бы пыла. Кстати, с нашей стороны также был зафиксирован случай, когда перед взрывами как раз в Севастополе, а непосредственно в Симферополе, в Марьино люди слышали автоматные очереди, и такими автоматными очередями они пытались сбить или уничтожить беспилотники. То есть, мы видим, что все-таки вот подобный, ну, страх он есть, он есть, как у, скажем, Константинова, как у Аксенова, ну, по Константину всегда сразу видно, когда он боится, ну, слава богу, мы столько лет его знаем, когда он боится, у него нижняя чересь постоянно трясется, и оно сразу заметно, и самое главное, что у них начало пропадать то чуванство, та уверенность в том, что российская армия сильна, и, соответственно, конечно же, этому предшествовали все предпосылки, когда крымские больницы были переполнены российскими ранеными военнослужащими, когда в том числе и морги были переполнены российскими двухсотами солдатами, когда пошла полностью информация, что 216-я бригада это с Сильферопольского района, с Перевального, это один из таких вот был лучших полигонов в украинские времена, практически не вернулось 80% состава, то есть личного состава, и это все распространяется среди людей, и это все, конечно же, отражается на общественной психологии, и поэтому сейчас уже и коллаборанты, и те, которые незаконно, россияне, которые незаконно приехали на ПМЖ в Крым, они либо предпочитают отмалчиваться, либо пытаются заявлять о том, что подобные взрывы могут повредить или нанести ущерб большой для мирного населения. Но вы понимаете, как можно сравнить, когда эти люди, когда убивали украинцев, то они это поддерживали, а оказывается, когда появляется угроза в их адрес, то тут, конечно же, возникает страх. Но что касается четвертой категории, это в первую очередь, конечно же, крымские татары и проукраинские граждане, этнические украинцы и представители других национальностей. К сожалению, есть и такая тенденция, что начинают выезжать из Крыма. Почему выезжают? Здесь есть две причины. Во-первых, в любом случае, все мы люди живые, и, конечно же, есть страх. Страх, что все-таки может быть активная фаза войны, и она может принести, могут погибнуть. Но основная причина это то, что семьи стараются вывозить своих детей, в основном парней призывного возраста, чтобы они не попали в вооруженные силы Российской Федерации. Потому что прятать очень сложно, и поэтому люди ищут способ, как вывезти своих детей. Ну и, соответственно, выезжают, не вывозят не только своих детей, но и выезжают целыми семьями. В Турцию, в Канаду, в Европу. И, конечно же, это очень плохо, потому что, с одной стороны, действительно надо, чтобы наши молодые ребята снова выезжали и не служили в Российской Армии. С другой стороны, и мы это поддерживаем. А вот то, что целыми семьями выезжают, то, когда начнется процесс реинтеграции, нам наши люди нужны. И нам важно, чтобы они вернулись, нам важно, в Крыму оставались проукраински настроенные граждане. И поэтому одна из наших задач, это вести работу, чтобы люди не боялись, чтобы люди понимали, что действия вооруженных сил Украины, они направлены исключительно на военные объекты и на военнослужащих российских. Ну и, конечно же, когда происходят такие точечные удары, которые по сегодняшний день мы видим, уже про БПЛА мы исключать не можем, потому что соответственно уже и оккупант подтверждает, что беспилотники атакуют, то соответственно для нас очень важно, чтобы люди оставались на месте. Ну и кроме того, конечно же, мы постоянно получаем информацию от наших соотечественников, которые поддерживают подобные действия, которые заявляют о том, что наконец приближается то время, когда Крым будет деоккупирован, когда Крым будет освобожден. И даже когда люди, ну, во-первых, они и раньше пытались, ну, я вам пример расскажу, вот по нарушению прав человека, вот совсем недавно был полностью снесен, снесено СТО, СТО, которое принадлежит крымскому татарину из-за того, что они отказали в обслуживании военной машины с российскими солдатами. И они изыскали оккупационную администрацию, изыскали причину, что якобы незаконно построенный объект и недостаточной документации и, соответственно, тот объект, который работал, ну, скажем так, ну, не один десяток лет, скажем так, и он был полностью снесен. Или, к примеру, когда был случай, когда крымские татары, ну, скажем, подрались с военнослужащими российскими из-за их оскорбления в адрес крымских татар. Ну, понятно, виноватыми снова оказались крымские татары. Или случай, когда в кафе там то ли представители ЛНР, ДНР, то ли кто там российские военнослужащие попросили поставить песню за Донбасс и администрации было отказано. И, соответственно, конечно же, со стороны вот оккупантов там начались заявления в полицию и так далее, что им отказали вот в таком, вот в таким образом. То есть мы видим, скажем, мы не можем сказать, что вот явное массовое сопротивление, потому что еще не время, на мой взгляд, но мы видим то сопротивление насколько возможно и мы говорим о том, что такие посылы, такие важные действия, они важны для того, чтобы оккупант чувствовал себя некомфортно в Крыму, чтобы оккупант понимал, что он чужой на этой земле и, кроме того, при, скажем, воздушной поддержке, я бы так сказал, со стороны ВСУ, ну, им надо вовремя задумываться, что за незаконные действия надо отвечать, а лучше вовремя собрать свои манатки и ехать домой. Мы никому не желаем зла, пусть едут домой по добру поздорову. Недавно Данилов, глава СНБУ Украины, заявил о том, что деоккупация Крыма началась. Вот понятно, что сейчас мы вряд ли можем действительно освободить Крымский полуостров, но как вы прокомментируете эти слова? Ну, я скажу так, что Данилов все-таки секретарь СНБУ Украины, и Данилов как раз-таки имел прямое отношение к разработке стратегии деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и Севастополя. Я видел публичную часть этой стратегии, и Данилов непосредственно приезжал, и мы обсуждали для того, чтобы позиция крымских татар и Межлиса была учтена. Конечный, и я в свое время в 2015 году был в экспертной группе по разработке такой стратегии. Конечный вариант, то есть ту засекреченную часть данной стратегии я в итоге не видел и не знаю, поэтому не могу однозначно говорить, но то, что после полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины данная стратегия должна была быть перезагружена, потому что мы после таких беспрецедентных действий должны говорить не только о ненасильственном освобождении Крыма, но имеется ввиду дипломатическим, но мы в том числе можем и должны допускать и военный путь, потому что это территория Украины, и в соответствии с международным правом мы имеем полное право на использование военной техники. Ну и что касается конечно же самой ситуации для оккупации Крыма, я однозначно скажу, что многое зависит от успехов в СУ в Херсонской области и многое зависит от того, насколько эффективны будут удары по военным объектам в Крыму. Я уверен в том, что если будет активно или эффективно освобождаться Херсонская область и будут уничтожены военные объекты, вот уже мы говорим были попытки в Бельбеке, практически разрушены военно-космические силы Черноморского флота, наполовину Российской Федерации разрушается логистика, уничтожаются боеприпасы. Я думаю, если будет разрушен Черноморский флот, то следующим может быть удар по мосту, потому что мост крымский это политический имидж Путина. И вот как раз-таки если политический имидж Путина, но я бы все-таки мост ставил в последнюю очередь, потому что еще есть ряд объектов, которые нужно уничтожить в Крыму, то это как раз-таки Черноморский флот это также политически важный для России и для особенно севастопольцев, которые имеют пророссийскую позицию, что Черноморский флот определенный имидж такой уровень имеет. Поэтому для нас, конечно же, важно, чтобы то, что сегодня делается Украиной, или БСО официально не подтверждает все действия. Поэтому то, что сегодня происходит, я бы так бы сказал, на территории Крыма, именно на военных объектах, это важный процесс к декупации Крыма. И я думаю, что если вот эти факторы, которые я назвал, они будут своевременно и эффективны, применены, то я думаю, Крым не так сложно будет и декупировать. Потому что самое главное, чтобы оккупанты уехали. Ну и я бы еще обратил внимание, что как раз вот мы недавно проводили пресс-конференцию, говорили, насколько будет эффективным декупация и реинтеграция Крыма. В том числе очень зависит и насколько мы будем эффективны и активно информировать международное сообщество, чтобы граждане тех стран, которые являются сегодня нашими союзниками, поддерживали декупацию Крыма, и мы над этим работаем активно. Ну и очень важно, чтобы не затягивая сегодня принимались законы деоккупационные и законы реинтеграционные уже сегодня в Украине. Почему? Потому что действительно это может произойти в один такой момент, когда россияне будут бежать оттуда, когда путь у нас низвергнут, и соответственно нам нужно будет своевременно и активно все проводить в Крыму, процесс реинтеграции. А для этого у нас уже должны быть готовы те законы, с помощью которых это можно будет все приводить в соответствии с украинским законодательством. Мы тоже очень надеемся, потому что я вам скажу так, что вообще принципы Крымск-Катарского национального движения это ненасильственная борьба. Но мы учитывали или способ ненасильственной борьбы мы всегда использовали, потому что с позиции скажем порабощенного, ущемленного там преследуемого народа. Сегодня мы говорим о борьбе государства, субъектом которого мы себя считаем. Поэтому мы полностью поддерживаем в том числе и скажем применение военной силы. И поэтому наши соотечественники также служат в рядах ВСУ. Интересно, какой действительно вот ущерб нанесли эти взрывы, да, потому что мне кажется, что украинцы воспринимают вот эти взрывы в Крыму, это знаете, как надежда для нас, да, что мы все-таки будем отомщены. Ну и крымские татары, я думаю, также это воспринимают. И поэтому важно еще вот ответить на вопрос о ущербе в целом, который эти диверсии нанесли. Ну, в первую очередь, да, если говорить вообще о политическом значении этих взрывов. Во-первых, это важно на международном уровне, потому что Украина таким образом демонстрирует, что вооруженные силы Украины достаточно сильны, что достаточно сильно, что стоит Украину поддержать в дальнейших действиях. И, соответственно, когда вплоть до того, что Российская Федера, Российская пропаганда пытается заявить о том, что чуть ли не разворовывается, не распродается то оружие, которое передается в Украину, то здесь как раз-таки эти взрывы дают посыл, что Украина готова освобождать свои земли и она нуждается в постоянной поддержке военной техники. Эти взрывы очень важны политически для украинского общества. Вы правильно сказали о том, что у нас появляется уверенность в том, что не только нас могут бить, не только в нас могут стрелять, но мы можем давать ответ. И третий очень важный фактор, о котором я уже в принципе говорил, это на формирование общественной психологии в Крыму. То есть та категория, которая поддерживала убийство украинцев, начинает задумываться о своей безопасности. Та категория, которая не оправдывала, а осуждала действия России, начинает понимать, что Украина достаточно сильная и стоит поддерживать, продолжать поддерживать Украину и что они могут быть защищены Украиной. Это очень важный фактор. Что касается ущерба, конечно же полностью в цифрах нет таких данных, они не будут об этом говорить, но если даже мы сосчитаем, есть предварительные подсчеты, то, что практически наполовину уничтожена авиация Черноморского флота, это очень важный фактор, потому что это в первую очередь безопасность для украинцев, потому что с помощью этой техники атаковались наши мирные города. Второе, то, что они обещают проводить выплаты от 10 до 100 тысяч рублей и уже есть заявление только по одному региону более 2800, а если все это превратить в цифры и на самом деле они эти выплаты не успевают или даже не то, что не успевают, они их не выплачивают, они только обещают. Это в том числе влияет на общественную психологию. Ну и в-третьих, когда мы говорим, конечно же они пытаются продемонстрировать, что они достаточно сильные, что они там быстренько ремонтируют дороги и так далее. Но дело в том, что Крым он и так достаточно дорого обходится для Российской Федерации. Практически огромное сигнование идут с федерального бюджета Российской Федерации на содержание Крыма. Кроме того, конечно же в Крыму они в первую очередь строили логистику для проведения военных действий на материковой части Украины. И поэтому военная техника, которая уничтожена сегодня, те боеприпасы в огромных количествах уничтожены, это говорит о больших масштабах. Поэтому сегодня мы видим, что Путин ищет способ перемирия, который абсолютно невыгоден для Украины. И способ перемирия можно о перемирии говорить только тогда, когда это будет выгодно Украине. Когда Украина сама будет инициировать согласие свое на перемирие. Поэтому сегодня я могу однозначно сказать о том, что данные взрывы действительно нанесли серьезный удар, серьезный ущерб как федеральному бюджету, так и крымскому бюджету. Кстати, по вопросу, что Путин ищет возможности перемирия. Если мы вернемся к встрече Зеленского с Эрдоганом, вы можете немножко пролить свет на эти переговоры и сказать все-таки о чем там шла речь? Потому что действительно были разговоры о том, что Эрдоган привез некую информацию о готовности Путина к прекращению конфликта. Ну, я не могу полностью, я не владею полностью информацией переговоров, потому что в любых переговорах есть открытая часть и закрытая часть, но мы должны понимать следующее. Мы должны понимать, что позицию Эрдогана изначально Турецкая Республика была на стороне Украины. Турецкая Республика системно поддерживала все резолюции в пользу Украины. Турецкая Республика одна из первых, которая предоставила Байрактар для того, чтобы Украина могла защищаться. Турецкая Республика сегодня подписала ряд документов с Украиной о строительстве не только завода по Байрактарам, но и по ряду других экономических в экономическом направлении. Кстати, был очень интересный вопрос, почему не Крым, а Харьков и Харьковская область в перспективе по реинтеграции. Я вам скажу так, что в свое время в Крыму угрозу больше видели в крымских татарах и через крымских татар в Турции. И, соответственно, конечно же, этот процесс должен перезагрузиться в общественной психологии украинцев. И Харьков, и Харьковская область это в первую очередь посыл для Украины, что Турция она открыта и она имеет добрую волю в поддержке в Украине. Ну и мы понимаем, что в любом случае у каждой страны есть свои интересы. Но безопасность в Черноморском регионе и более сильная Украина рядом с Россией это в том числе и гарантии безопасности Турецкой Республики. Мы должны об этом знать. Но, что касается самого переговорного процесса, да, Ертоган, он должен был ретранслировать, скажем, те посылы, которые давал Путин, потому что он сейчас занял роль переговорщика или, скажем, даже не модератора, а роль медиатора. Вот так будет правильнее сказано, да. Но при этом мы же понимаем, что четкая позиция Украины в том числе будет донесена до Путина. Что касается самого, самой Турецкой Республики, то самое главное, что обозначена площадка, где могут быть переговоры. Даже тогда они будут выгодны для Украины. И, кроме того, это оставшееся связующее звено между Западом и Россией. Потому что мы видим, насколько скажем, Путин является не рукопожатным. Поэтому с другой стороны мы видим все-таки те результаты, которые я уже перечислил, в том числе и возможность продажи продуктов питания и зерна через Турцию. Да, может быть, на выгодных для Турции в том числе условиях, но это в том числе выгодно и нам, Украине. Поэтому здесь мы должны рассматривать позицию Турции, позицию Эрдогана как опытного политика, очень опытного политика, но, наверное, конечно же, в собственных интересах, но не против Украины, я бы сказал бы так, а больше в пользу Украины. Поэтому я думаю, что здесь с нашей стороны что мы должны делать? Мы должны постоянно напоминать о том, что Украина это субъект, мы должны максимально, конечно, использовать наши возможности через Крымско-Татарскую диаспору, которая имеет определенное политическое влияние, потому что это голоса, ну и, конечно же, мы должны, в том числе для нас очень важно роль Эрдогана в том, чтобы крымские татары не оказались заложниками ситуации в Крыму. То есть мы и так оказались заложниками, но чтобы не были такие вот массовые, явные, скажем, не совершился массовый геноцид в отношении крымских татар, когда русские будут бежать оттуда. Поэтому вот здесь для нас это очень тоже важно. И, наверное, роль Эрдогана в этом плане тоже велика. Но после этих переговоров Зеленского Эрдогана есть ли надежда, что все-таки встреча Путин и Зеленский произойдет? Или в ближайшем обозримом будущем вы не видите надежды на это? Ну, я скажу о нашей позиции. Еще в марте месяце, по-моему, да, Мечлист Катарского народа принял заявление и обращение о том, что вопросы о перемирии могут звучать исключительно только после выведения войск Российской Федерации из Крыма и после деоккупации. Потому что в любом другом случае Россия будет, Россия нуждается в каком-то перерыве, в укреплении своих позиций, но она на этом не остановится, потому что планы у нее достаточно большие в отношении Украины. поэтому я думаю, что и позицию Мечлистов Катарского народа, и позицию Вооруженных Сил Украины, потому что наши солдаты, наши воины жестко стоят на этой позиции, и позицию уже украинского общества, которое пострадало и понесло большие жертвы, конечно же, президент Зеленский публично и дает или дает посылы о том, что украинская власть будет не готова к тем переговорам, результатом которых будет временное перемирие. Это невыгодно Украине. Спасибо. Спасибо вам.